Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 43-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Енисейск. Город поставлен на левом низменном берегу Енисея, ниже впадения в него Р.Ангара. Связан шоссейной дорогой с Красноярском. Рядом расположены города Ново-Енисейска и Лесосибирск, куда подходит железнодорожная ветка от станции Очинск-Транссибирской железнодорожной магистрали. Основан как Острог в 1618 году по повелению царя Алексея Михайловича боярским сыном Петром Алабычевым и сотником Рукиным. Место, облюбованное под Острог, принадлежало местным жителям, занимавшимся кузнечником. Первыми обитателями Острога были казаки, выполнявшие воинскую службу. Затем вокруг Острога стали селиться крестьяне-выходцы из северной губернии Европейской части России. В 1678 году Острог был назначен уездным городом, бывшим вначале в составе Тобольской, а потом Томской губерний. При образовании в 1882 году Енисейской губернии сделался окружным городом. В истории Сибири Енисейск играл немаловажную роль. Находясь на крупной судоходной реке, он вел значительную торговлю. Купцы искупали у местного населения пушнину и привозили взамен различные промышленные товары. Во второй четверти XIX век город стал базой крупного золотопромышленного района Енисейской тайги по правому берегу Енисея между Подкаменной и Верхней Тунгусками. По мере истощения золотоносных слоев Енисейск утрачивал значение промышленного центра, а с проведением железной дороги через Очинск и Красноярск многие жители переселились в эти города. Енисейск с начала своего возникновения был также центром, откуда отправлялись все партии для завоевания безбрежных сибирских территорий. Было на местом печально знаменитой Енисейской ссылки. В XVII веке сюда ссылались уголовники, а потом и государственные преступники, участники народных движений, сторонники С.Розина, стрельцы, с XIX века политические деятели, декабристы, польские конфедераты, народники, социал-демократы, словом, все, кто расшатывал устои царского самодержавия. Пережив взлет экономического развития в XVIII веке, когда он был средоточием европейской и азиатской торговли, к середине XIX века Енисейск стал жить тихой обыденной жизнью. С 1831 года исчезла даже некогда знаменитая ярмарка. Тем не менее по тем временам он оставался довольно крупным городом с населением более 5000 человек. В 1860 году здесь действовали 8 церквей, мужской Спасский монастырь, основанный в 1642 году, и женский Христорождественский, с 1644 года. В городе имелись 18 улиц, 3 площади, гостиный двор, 20 каменных лавок, свыше 1000 домов. Учебных заведений было 4, уездная, 2 приходских и женская, а промышленных предприятий – 25, среди которых наиболее крупными считались мыловаренные, кожевенные, кирпичные, канатные заводы. Жители города занимались торговлей, изготовлением железных земледельческих орудий, создавали старательские артели для работы на золотых промыслах. И хотя торговля утратила свою былую славу, в городе было более 100 купцов, из них 14, в 1865 году, имели купеческие свидетельства первой гильдии. В 19 веке Енисейск продолжал расти. В 1897 году в нем проживало более 11 тысяч человек. В 20 веке его население резко убывает. К 1931 году в городе оставалось всего 6 тысяч человек. Современный Енисейск снова становится в ряд крупных городов, население которого в 1979 году достигло 20 тысяч человек. Он входит в Енисейск и Маклаковский лесопромышленный комплекс район механической и химической переработки древесины. Здесь работают педагогический институт, драматический театр, краеведческий музей. Герб города. Щит пересеченный. В верхнем зеленом поле серебряный скачущий конь. В нижнем золотом поле связка, звериных шкур натурального цвета, обремененных, серебряным меркуриевым жезлом в левую перевесь. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.